Он смотрит на нас, и так взаимодействует, приветствует нас, и, например, приглашает смотреть вот эту выставку. Посмотреть выставку своих работ приглашает художник Евгений Карпов. Всего их 34. В каждой картине глубина и разнообразие окружающего мира. Есть художники, которые, ну, как бы немногословные. У них мало картин, и они каждую картину рождают, как бы выстроили, выстрадали. И вот Евгений Карпов относится, конечно, к разряду таких художников. Немногословность художника, к счастью, не отразилась на его картинах. Каждая говорит, показывает, иногда кричит. О жизни, о местах, где бывал. Вот, например, красоты Сибири. А это – лики священнослужителей. Здесь уже лица металлургов. Все они ему знакомы. Будучи там в 17-летнем возрасте, значит, его отправили на практику в Сибирь. Там он, значит, очень долго, много катался, ездил, писал, женился, остался жить там. Вот, и поэтому очень много картин о Сибири, о сибирских, значит, покорителях. Вот, дальше судьба его забросила на север. Значит, он работал плавильщиком на металлургическом заводе. Вот, ну и продолжал оформлять городки, значит, писать. Писал Евгений Николаевич всегда. Куда бы ни забросила его судьба, как бы сложно ни было. В коллекции его работ – пейзажи, портреты, натюрморты. Все, что его окружало, ложилось на холст уверенными мазками кисти. Очень интересная выставка, интересные картины, портреты, очень глубокие, душевные. И я бы посоветовала своим друзьям тоже сходить сюда, посмотреть. Выставка «Многогранный мир Евгения Карпова» продлится до 22 апреля. Посмотреть на картины талантливого художника можно в музейно-выставочном центре. Кристина Ульман, Александр Попов для РТВ.